Ух, нихрена! О боже, дети! Отвернить! А что я должен делать с этим? Мне что, надо пока они там друг другу что-то пропихивают параллельно вот это пропихнуть или что? Куда ты? Куда ты за... Куда? Я не понял этого. Вот это я сейчас не понял. Это что? Здравствуйте, друзья! С вами Декарт. Мы продолжаем прятаться повсюду с нашей двойкой от нашей поехавшей мамаши, которая нас постоянно заставляет учиться вот это, учиться с учебниками, дрочиться и прочее. И у нас тут дедуля. Наш дедуля замечательный, которому мы, по идее, можем впарить, наверное, эту двойку за бутылку самогона и сказать, дед, припрячь где-нибудь. Но нет, я думаю, что будет не настолько простой способ решения задачи. Так, давайте, во-первых, попробуем собрать какой-то предмет. О, у меня есть предмет. Какие-то непонятные говношарики. Еще один предмет. Или все зачем? Может быть, это надо... А, слушайте, это, наверное, надо сварить, да? О, точно, точно, точно. Ну-ка, давай. Хопа! Прекрасно! Есть очаровательное чудесное блюдо. Зачем? Дедуля, иди пожри. Иди пожри, дедуля. А, может быть, там нужно его заварить? Ну-ка. И что, вы мне скажете, что она прочитает? Да никогда не поверю. Все! Пройдено! Отлично! Получилось? Сработало. Уху! И в итоге наш батя захавает наши двойки. Это прекрасно, на самом деле. Это прекрасно. Ты, как говорится, батя, будешь, что называется, поедать плоды своего воспитания. Воспитал двоечника, вот вперед из песни. Приятного аппетита, ням-ням, хрум-хрум. Поехали. Уровень 9. Батя. Младший брат. Говорит, ну и рожа. Ну и рожа. Однако, батя, скажи мне, чем вы упарывались, прежде чем вот это зачать? Скажи мне, пожалуйста, что вы принимали? Что вы принимали, батя? Так, сигареты. Ну дай накурим малого, что ли? Я не знаю. Нет. Накурим батю, что ли? Да. Дали ему сигарету, забрали кофе. Забрали кофе. Кофе дали малышу, значит... Что это? Не понял. Че ты уселся туда? А-а-а! Ой! Я, честно, не понимаю, че он так заморачивается постоянно, куда-то запихивает, кому-то дает сожрать, сам пытается эту двойку выпить. Че бы не запхать к себе в трусы, например, эту бумажку? Я думаю, его мама туда не полезет. Я, конечно, не знаю странности этой семьи. Мало ли что, там у них в голове, вон батя уже куда-то лезет руками своему сыну. Ну, неважно! Неважно! Мы не будем обращать внимание. Бака! Бака! Дурак, значит. Ну, это... Это, в принципе, так и есть одни двойки постоянно. Конечно, бак. Смотри, еще какая бака? Даже вот эта собака не настолько бака, как вот эта бака. Ух, двоечник собак. Да, замечательная тавтологическая шуточка. Так, че делаем? О, взяли зажигалку. Зажигалку взяли. Так, у нас тут самец и самка. Самец и самка хотят трахать-страхать по собачьи. Давай дадим ему зажигалку. Он хочет огонь. Он хочет огонь. Давай зажигалку ему. Да возьми зажигалку, полудурок ты! Ты че тупой, что ли? Может так? А, вот так, да? Окей. Смотри. Смотри, чел. Вот жарим. Сосисон жарим. Или что он там? А, окорочка. Так, берем косточку. И теперь даем ей косточку. Или ему косточку. Жри! А, это он... А, это... Ох, нихрена! О, боже, дети! Отвернить! А че я должен делать с этой? Я не пойму. Мне че надо, пока они там друг другу что-то пропихивают параллельно. Вот это пропихнуть или что? Куда ты? Куда ты за... Куда ты за... Куда ты? Куда ты? Я не понял этого. Вот это я сейчас не понял. Это че? Я как бы понимаю. Мамка закрывает ребенку глаза. Говорит, не смотри туда. Не смотри туда. Там взрослые собачьи дела. Но где там тест? Где там... Он что, в жопу собаке его засунул? Серьезно? Свою двойку засунул собаке в жопу. Бедная собака. Так, ладно. Короче. Поехали. Дедуля. Дедуля. У нас опять двойка. Опять деду... О, батя Крабса. Батя Крабса сожрал. Крабс очень хотел денег. Но, видимо, не в этот раз. Так, мы набрались, значит, жратвы. Батя расстроен. Бухло даже забрали. Батя сейчас покончит с собой, мне кажется. Че-то дофига предметов. Я уже не знаю, что делать. На тебе, короче, вместо этого. Хочешь? Не хочешь? Ничего не хочешь? Батя ничего не хочет. Значит, с дедом надо что-то сделать. Давай дадим ему вот это, да? Мы его сейчас набухаем, нажрем по полной, да? Так, дедуля пошел на меня с бутылкой по какой-то поясине. Вау! Однако! Ну, хорошо. Давайте мы ему тогда, может быть, вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Давайте я ему попробую вот это дать. Оу! И Крабика. Все, он захавал Крабика. И теперь... А что такое? Мне мамка дала трендюлей за Крабика. Мамка Крабика пожалела. Так, ладно. Мы будем перебирать. Мы будем перебирать, значит. Мы сейчас разберемся. Есть еще какие варианты? Значит, бухать ему нельзя. Ему однозначно, наверное, надо вначале... Может быть, ему курицу дать? Давайте курицу попробуем дать. Что будет? Интересная у нас курочка там. Ну, держи двойку тогда. Я не знаю, что. Ага, во как, да? Это все было ради того, чтобы он разорвал на себе одежду? Серьезно? Так это можно было ему какую-то, в принципе, бабку подослать? Он бы ее увидел и тоже бы на себе одежду разорвал. Было бы быстрее, наверное. А теперь у нас батя, что? На бате тоже надо одежду разорвать? Или что? Я не понимаю. О, господи. Так, братец у нас тут валяется, значит. Надо разбудить! Вот это я мудень. Ой. Да, это вот я вот с таким звуком обосрался, выполняя это задание. Оба. Вот эту штуку можно тогда взять. Ну-ка, давай бате дадим. Не хочешь? Он не хочет. Так, что ли? О! Глянь-ка, вот это ему интересно, да? А, иди подмешать вот сюда, вот, да, двойку. Вот к этому ко всему говну. Нет? Серьезно, нет? Ну, ладно. Держи, вот. Вот, потерял портфель получать. Ясненько. Ну, чё, папаня, как тебе? Почувствовался? Называется, снова в школе, да? Снова маленький. Походу он... Ну, тут написано ноль. Я тут двойки не вижу. Это двойка так? Не знаю, не очень похоже. Ну, короче, мы подмешали в его рабочие документы нашу замечательную оценку. Очень разумный поступок, особенно учитывая, что батя потом придёт домой и мамке всё расскажет. Тупой трендюк, он же не соображает. Так, батю, наверное, уволили. Я так понимаю, после этого. После этого батю уволили. К чёртовой матери, да? Но нас-то не парит абсолютно. Нахрен нам нужно, чтобы батя работал, добывал нам средства существования. Короче, главное двойку спрятать. Это же самое важное на свете. Так, значит, делаем ему ванну. И достаём его шматьё. Развешиваем его вот здесь, правильно? Или что? Или замачиваем, я не знаю. Так, в стирку, да, в стирку. Достаем. Развешиваем. И дальше, наверное, вот куда-то сюда надо поместить. Да? В труселя. В труселя поместить. Мамка вряд ли заметит. Я не понимаю, а чё она всё время так воинственно ко мне подбегает? Это как-то вообще, вот знаете, обидно на самом деле. Как будто бы, знаете, она мне вообще не доверяет и всё время предполагает самое худшее. Вот почему? Почему? Я ведь такой хороший ребёнок. Что ты сразу думаешь, что я двойку получил? Да с чего ты это взяла? Абсолютно никакого доверия. Это несправедливо. Прям вообще слов нет, знаете. Аж от такой, от такой несправедливости просто не понимаю. Вроде такой хороший двухголовый ребёнок. А к нему так относятся. Это поразительно на самом деле. Совершенно же неподозрительный двухголовый, мать его, ребёнок. Да что ж с тобой не так, когда ты уже... Так, подождите, а чё мне делать-то? Ничего не клацается, ничего нигде не берётся. Может быть, я должен сразу прям пихать? Угадал, не угадал, интересно? Так. Вот же подлюка, а, пронырливая. Везде найдёт. Давай попробую выкинуть нахрен, нет? В книге запихать. Куда-нибудь, что-нибудь. Ну, в конце концов. Вот это точно не открывается же, да? Слушайте, прям интересно. Хорошо, давай в портфель пиханём. Всё, пиханул в портфель. В свой же собственный, да? И она там типа не найдёт, я никогда не поверю. Да это бред, конечно, это бред. А что ж надо делать? А, вот. Открылось окно. Всё, выкидываем. Ну, теперь точно. Ну, как? Ну, как она найдёт, блин? Всё, всё, победа. Замечательно. Да, на этой гениальной рекламе, конечно же, всё должно было закончиться, естественно. В общем, на этом мы завершаем. Ходячий унитаз под конец порадовать решил он вас, да? Мы на этом, в общем, заканчиваем. Если понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка в описании. И мы сейчас посмотрим, что нас будет ждать в следующей серии. Если вы захотите продолжения, понаставите достаточно лайков и просмотров. А нас будет ждать мистер Марио. Супер Марио Брос нам будет, нас будет ждать. По-видимому. Но это будет потом, возможно. Поэтому, ещё раз говорю, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А пока на этом мы завершаем. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Спасибо.